А сейчас я хочу предоставить слово господину Романовичу. Пожалуйста, вам слово. Госпожа председатель, я подготовил для сегодняшнего заседания такое серьёзное выступление, но сегодня мне надо изменить тому, что я подготовил, и ответить на некоторые вопросы, которые сегодня здесь возникли. И я хотел бы, уважаемые коллеги из немецкого парламента, сказать, что вот если говорить по-взрослому, как она сказала, и если уважать самих себя, то нужно сказать, что сегодня здесь происходит, по-простому, если говорить, речь идёт об отлучении нашей страны от общего европейского диалога. Мы должны это осознавать сегодня, принимая эти решения. И я это говорю по-серьёзному. И ещё очень одна серьёзная вещь, которая сегодня здесь происходит. Мы открываем ящик Пандоры. Мы, я говорю, это парламентская ассамблея Совета Европы. Сегодня, обсуждая вопрос с госпожой Сахченко, при всём уважении к женщине, которая, к сожалению, сегодня находится в заключении, я должен сказать, что это ящик Пандоры. Завтра здесь, в наших делегациях, появятся депутаты, которые сегодня отбывают наказание по той или иной причине. Я опять-таки не в плане шантажа, а в плане информации, потому что нас сегодня обвиняют в шантаже. Здесь, обращаясь к делегации Великобритании, может появиться депутат российского парламента, господин Луговой, который объявлен в розыск в Великобритании. Коллеги, в Соединённых Штатах сегодня почешут затылок, потому что отбывает наказание Виктор Бут, который незаконно вывезен в Соединённые Штаты. И сегодня, значит, он таким же образом может появиться в списках российского парламента и потом предъявлять права для участия в парламентской ассамблее. Коллеги, давайте не придумывать поводы для того, чтобы отлучить Россию от общеевропейского диалога. Я сегодня обращаюсь ко всем здесь в зале присутствующим оценить ту ситуацию, в которую мы с вами попали, по-серьёзному. Никто никого не шантажирует. Мы хотим, мы протягиваем руку, руку диалога, мы хотим вести этот диалог во имя решения конфликта, разрешения конфликта в братской для нас, для всех стране в Украине. Спасибо. Продолжение следует...